Сколько это может продолжаться? Мы уже устали от бессмысленных, пустых обещаний чиновников. Проложите, наконец, нам нормальную дорогу. Что мы, как на острове каком-то живем? Ждать светлое будущее жители улицы Каратал уже не в силах. С мольбой привести дорогу в порядок горожане обошли ни один кабинет. Любопытная ситуация складывается, говорят шинкенцы. Мол, все дороги вокруг заасфальтированы, а их улицы будто и не существует вовсе. Ну сейчас вот потихоньку-потихоньку нам электричество, газ провели, а вот с улицы уже два года обещают, никакого результата нету. Мы писали и в местный Акимят, и в Абайский, и в городской, в областной. Вот были выборы, депутат нам, Бахадр Салимов обещал помочь, но никакого результата нету. Почти у каждого в семье есть школьники. Представьте, как это каждый день идти и возвращаться со школы по колено в грязи. Это такая цивилизация. Разве мы не в городе живем? Представители транспортного отдела Шимкента уверяют, что они и рады бы проложить асфальт. Вот только дело это не быстрое. Мы сейчас будем проводить проверку на наличие проложения и обновления подземных коммуникаций. Только после исследования подадим заявку на подготовку проекта сметной документации на асфальтирование дороги. И лишь после одобрения проекта мы можем приступить к работе. В общем, ждать придется как минимум до конца года. А пока асфальт на улице Каратал не появится, жителям придется запастись одноразовыми пакетами и успокоительными таблетками.